МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В отличие от антиутопии, характеризуется верой автора в безупречность модели, в переводе места которого нет. Поразмышлять на актуальные темы виртуальной реальности и альтернативного будущего самарцам предлагает Литературный музей. Об этом поговорим сегодня. Знакомьтесь, пожалуйста, в нашей студии старший научный сотрудник музея Олеся Отращенко. И Фролл Веселый, художник, реставратор. Вы веселый? Отчасти. Сегодня, надеюсь, будем веселыми все-таки, поскольку тема такая, честно говоря, вот лично меня, не знаю насчет грустной, но грустная она только может быть в том плане, что это место, которого нет. Но у нас-то оно действительно есть, получается. Хорошо. Мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Для тех, кто хочет поговорить об утопии, звоните, пожалуйста, к нам в студию. Мы будем отвечать здесь на вопросы. Олесь, что это за идея такая, миры утопии? Именно с таким названием в Самаре открылся фестиваль, который проходит на площадке Литературного музея. И я говорю именно на площадке, поскольку это все проходит под открытым воздухом. Правильно, Олесь? Вот откуда вдруг решили поговорить про утопию, рассказать, показать? Изначально толчком к этой теме послужило изучение фантастических произведений Алексея Толстого. То есть еще зимой у нас появилась идея, что есть такая тема, очень мало пока освоенная нашим музеем, и, по-моему, недостаточно представленная там в нашей основной экспозиции, связанная с вот такими фантастическими произведениями Толстого. Это «Повесть о элита» и роман «Гиперболот инженера Гарина». Но кроме того, например, Алексей Толстой переводил и адаптировал там несколько фантастических пьес, в частности Чапика, «Бунта машин», и ставилось это все в театре, на сцене. Так что эта тема, она, в принципе, была близка Алексею Толстому. Так что мы пошли сначала от фантастического. И в итоге тема фантастики привела нас к тому, что Алексей Толстой, оказывается, не просто описывал какие-то полеты на Марс или ракеты, или удивительные лазеры пронзающие все вокруг, но он описывал утопические проекты. Это было не так важно и не так акцентировалось на этом всегда внимание. Но вот если вот эти произведения Толстого поставить в один контекст с романом «Замятина мы» или с романом Олдуса Хакслио «Дивный новый мир», то мы видим, что в частности в «Гиперболоте инженера Гарина» прямо конкретно описан такой проект утопии, который собирается сделать талантливый инженер, завладевший оружием массового поражения, соответственно, такой неограниченной властью. И к чему эта власть может привести? Он начинает реализовывать свою мечту. Мечту о построении идеального с его точки зрения мира. Но насколько этот мир идеален, это очень сомнительно, потому что оказывается, что это фактически такой фашистский проект, сопоставимый с тем, что делал потом, уже значительно позже, там, Анатолий Китлер, например, в Германии. То есть это такая идея выведения элиты общества и низших классов рабов, которые на эту элиту работают. И это все еще задолго до установления фашистского режима. То есть Алексей Толстой написал фактически такой, ну, как в советской традиции принято было говорить, роман «Предупреждение». Ну, а про элиту? Ну, про элиту можно точно так же сказать, что это такое описание того, что якобы происходило на Марсе. Вот это смена эпохи цивилизации. Одна цивилизация умирает, одна утопия умирает, рождается другая. И герои, а элиты прилетают прямо к закату одной империи, да, и к революции, которая должна произойти, и произойдет становление какой-то новой, нового прекрасного мира, новой утопии. Вот, Олесь, вы буквально предварили мой вопрос. Я сегодня думала, а как бы отнесся Толстой вот к вашей вот этой идее, к вашему фестивалю? Как вы думаете, Фроу? Я не знаю, я не был с ним особо знаком. Как и большинство из нас. Ну, да. Вот. Я, скорее всего, если он рассматривал, как бы, время было такое, это начало XX века, где все стремились создать какую-то новую идею, новое будущее, вот новая утопия, да. И XX век характерен тем, что такие вот утопические теории, да, как нацизм и коммунизм, они подхватили огромные массы людей. Вообще, их же поддерживали огромные массы, по сути. То есть, это вот СССР, это 190 миллионов на тот момент человек, и Германия, там тоже огромное количество, 40 миллионов тогда. Вот. И вот, вот эта вот вера людей вот в эти вот утопии, она их, как бы, толкала на какие-то действия. Вот. И поэтому, да, там, собственно, это и было предвосхищением. Тогда же очень много появилось всяких, всякого рода даже фантастики. Первые такие фантастические фильмы, которые тогда, как бы, не пошли. Вот. Это тот же Метрополис, да. Потому что никому неохота было сидеть, сколько он там шел-то? Три часа. Три часа, да. Вот. Все привыкли к таким очень коротеньким зарисовочкам, там, да, там. Погоня, значит, поцеловались, и уже дети, да, так. Вот. А тут так надо было что-то сидеть, думать. Вот. И первый большой фантастический фильм, это вот по Алексею Толстому, который у нас снят был, как раз по элите, да, по-моему? Да, да, да. Вот. И он был очень хорош, на самом деле. Для того времени он был вообще прям шедеврный. Ну, он и сейчас смотрится неплохо, в принципе. Так что, я думаю, он бы нас поддержал. В конечном итоге, несмотря на то, что вы с ним не знакомы, пришли к такому выводу. Конечно. Лето, на самом деле, конечно, предлагает нам массу всяких развлечений, мероприятий. Естественно, в приоритете природа, но есть и много спорта на природе и так далее. Скажите, пожалуйста, вот то, что вы сейчас делаете, то, что вы задумали и реализуете, это какое-то стремление конкурировать с другими летними развлечениями, привлечь людей, или это что-то другое еще? Ну, вообще, мне всегда было очень обидно, что у нас в усадьбе такое закрытое пространство в центре города, где зеленая травка, прекрасные беседки. И как-то это все было немножко закрыто всегда для людей. И я понимаю, есть какой-то внутренний барьер, когда человек идет в музей, он настраивается на что-то такое серьезное, академичное. Совершенно верно. Академичное. И совершенно не летнее, не развлекательное. Но вот мы уже второй год проводим такой эксперимент. Мы делаем летнюю выставку прямо под открытым небом, где можно себя почувствовать свободнее, где человек, может быть, не видит, не может прикоснуться к подлинным каким-то предметам, потому что их, конечно, нельзя выставить под открытым небом. Но он может узнать что-то новое, погрузиться в художественные миры, попробовать какие-то интерактивные развлечения, такие интеллектуальные, литературные, которые мы придумываем. И в том числе посетить фестиваль. То есть посмотреть на литературу с точки зрения синтеза искусств. Музыки, живописи, каких-то субкультур, представителей которых мы тоже приглашаем к себе в музей. То есть на самом деле мы не то чтобы конкурируем, но мы пытаемся показать нашим горожанам, что музей это может быть нескушенным, не душным, особенно летом, а наоборот таким местом, где можно прийти с друзьями и провести хорошо время. Ну, собственно, если конкуренция идет в борьбе за умы и сердца, то почему нет, правда же? Конечно. Да мне кажется, что, в общем-то, набережная прекрасное место, но сколько можно уже? Сколько можно, целое лето. Всегда можно выкроить один-два вечера для того, чтобы увидеть что-то совсем другое. То, что прежде казалось таким закрытым и серьезным, а на самом деле оказывается близким, гостеприимным. По поводу закрытого и серьезного. Поскольку сама по себе и выставка про утопию, и фестиваль – это нечто все равно фантастическое и нереальное. Соответственно, подходить к организации, оформлению всего этого, мне кажется, как-то, наверное, очень сложно. Или наоборот, очень легко. Поскольку вы непосредственный, можно сказать, идейный вдохновитель оформления, правильно? Я ничего не путаю. То вот сложно это было или легко, и как вообще это происходило? Как вы решали, как это должно выглядеть? Ну, как решали? Сидели, сидели, думали, как мы можем это сделать. В итоге мы построили небольшой городок, который можно прийти, разобрать его и собрать. То есть у нас там, как бы, несколько таких ветвей, да? То есть это вот индустриальная утопия, да? Где там все такое квадратно-гнездовое, там все такое конструктивистское. Вот. И у нас есть такой ордер, это, как бы, такой более тоталитарный стиль, как бы, он характерен для Германии времен Второй мировой войны и для СССР, ну, примерно того же периода. Вот. То есть это такие вот колонны, арочки и так далее. Вот. То есть мы, у нас человек может прийти, это все так разобрать по кучкам, расставить, как ему хочется, так собрать обратно. То есть в этом было, как бы, замысел, что каждый может построить собственную утопию. Вот. Во-вторых, у нас там присутствуют, как бы, книги, где такие, это большие, очень большие книги, вот, в которых там можно зайти, посмотреть цитаты, вот, огромные книги, то есть двухметровые, да, такие вот, большие развороты, 3 на 2 метра, вот, где там можно прийти, посмотреть цитаты, то есть с каким ты соглашаешься, они там, можно их так перевернуть, так, перетасовать, то есть... — То есть это еще и пища для ума определенная? — Конечно, конечно, вот. Так что у нас там много всего. У нас еще, нам помогал очень Александр Торчинов, который придумал дизайн вот этих вот книг, и который вот воплотил. Я, собственно, придумал только конструкцию, как это все будет делаться, вот. А в основном-то нарисовал ее все Александр Торчинов. — Замечательный график. — Да, график у нас действительно замечательный. — Даже для того, чтобы посмотреть на это, стоит прийти. — Ну, да. — А наша же картина какая-то там все-таки есть, да, поминялись? — Да, это из серии «Звезды». Как бы такая ностальгия по СССР. У нас сейчас, как бы, такой идет откат, и идет у нас ностальгия по СССР, как бы утраченная, да, такой... Тогда некоторые считают, что у нас тогда был золотой век, а сейчас уже, как бы, упадок, да, как древние эти... — Греки. — Нет, как эти считали. — Греки. — Греки, да, что раньше был золотой век, и так потом... — Сейчас серебряный. — Серебряный, да, потом стальной и так далее. И тогда каменного. Вот. Также у нас считают, что вот, вот, там, тогда-то было золотое время, сейчас уже так фигняк всякая. Вот. И у меня такие вот траченные временем такие символы, это звезды, которые расплываются потихоньку. Вот. Вот символы, собственно, Большой Красной Империи, да, такой вот. Это вот звезды, серпы-молотые и так далее, военная техника тогдашняя, парады. Вот. Это же все тогда было красиво, это воспринималось нами в детстве там вообще... Сейчас это мы так воспоминаем уже с ностальгией. — Но это же не была утопия. — Ну, это, вы знаете, для поколения 30-40-летних это уже была утопия. То есть тогда это было вроде как все было замечательно, а сейчас это уже все, как говорится, про любили все полимеры. Вот. — Ну, право на мнение, на ощущение, конечно, у каждого имеется. И, в общем-то... Вот. И поэтому мы... Я вот считаю, что вот такие знаки, символы, они как бы своего рода... Это вот элементы утопии той, которую мы потеряли. Да, как потерянный рай, так. Изгнание, исход там из рая. — Ну, да. Собственно, для кого-то так оно и есть. — Да. Для кого-то так и есть, а в любом случае такие люди останутся. — Мы работаем в прямом эфире 202.11.22, и сегодня мы говорим о том, что в Самарском литературном музее открылся и продолжает идти фестиваль «Миры утопии». Если у вас есть вопросы, звоните к нам, пожалуйста, в студию. И вот, кстати говоря, Олесь, зрители все-таки желают знать, что же будет включено в программу фестиваля, и что они еще не опоздали увидеть, узнать, услышать. — Ну, вот буквально завтра у нас будет концерт музыкального коллектива с «Оргазмем». Это ребята, которые играют такую смесь техно-музыки с какими-то другими стилями, и все это замешано на импровизации, медитации, внимание себе и утренниру. — Человек неподготовленный-то выдержит. Как это будет? — Нет, ну, на самом деле, вот на прошлой неделе у нас играла группа «Нео Трайпо», и, в принципе, это примерно по сложности восприятия, наверное, сопоставимые вещи, но в целом, по-моему, публика была очень довольна, ну, потому что все мы склонны к тому, чтобы погружаться в такие немножко полутрансовые состояния и восхищаться смесью этнических каких-то мотивов, технологий. Но еще у нас будет целый ряд интересных мероприятий, например, вот еще через неделю, по-моему, у нас будет презентация виртуального мира, который придумал художник Анатолий Гайдук, и еще целый ряд специалистов, то есть он создает компьютерную игру вместе с энтузиастами со всего мира, там, из Японии, из Голландии, стран Европы. Ну, сейчас интернет позволяет объединяться людям совершенно из разных мест планеты, и вот этот глобальный проект — большая сетевая игра, которая будет очень красиво оформлена, и как раз у нас будет презентация графики к этой игре, нескольких вот этих игровых локаций, которые ребята разработали, и музыки. Ну, и сам Анатолий Гайдук, я надеюсь, у нас будет, и он расскажет о том, как такие проекты вообще делаются. А для кого, на кого вы рассчитываете вот с этим конкретным проектом? Кто должен быть заинтересован в том, чтобы узнать об этом? Ну, вообще, по-моему, это совершенно здорово и уникально, что у нас в Самаре есть люди, которые такие вещи делают, глобальные и безумно интересные, очень стильные и красивые, и, по-моему, ну, прежде всего, я думаю, у нас в городе достаточно людей, которые играют реально во все это, которые в эти миры утопические погружаются ежедневно и даже не хотят оттуда выходить. Ну, и кому еще это будет интересно? Я думаю, достаточно широкому городу. Что вы такое не определяете для себя? Ну, конечно, в какой-то степени мы понимаем, что это там работает на поколение 20-30-летних, но, господи, это все так подвижно, по-моему, и мне вот меньше всего хочется привязываться к какой-то аудитории. Конечно, когда мы там планируем мероприятие, мы думаем об этом, да, но мне хочется, чтобы это было интересно и кому-то другому, почему нет. Ну, и еще будет такой один очень интеллектуальный вечер. Это профессор Нестеров из Аэрокосмического университета у нас будет читать лекцию про такое явление, как трансгуманизм. То есть это когда рассматриваются перспективы развития человека в дальнейшем, в том числе соединения человека и машины, например. Ну, и вообще трансгуманизм — это же какое-то кардинальное продление жизни, да? Да, да, да. Вплоть до изменения определенных субстанций. Да, да, изменения там частей тела, соединения человека и машины. И действительно, почему бы это не считать какой-то утопией, утопическим проектом, который вполне возможно в какой-то степени осуществиться, потому что если люди не будут мечтать о таких вещах, как там жить вечно, да, то куда будет движение, человечество не будет никуда дальше. Поэтому, в общем, тема интересной утопии, да, что это в некотором роде абсолютизация какой-то идеи, да, это и опасно, но это и прекрасно, да, потому что когда мы живем какой-то мечтой, мы движемся вперед, как только мы перестаем это делать, происходит какая-то стагнация. Ну, вот, кстати говоря, очень конкретные вопросы задают наши зрители, что приятно. Зачем? Зрителям нужно прийти и это увидеть. Это увидеть. Потому что раньше люди хотели в космос, а сейчас главная новость это выход нового айфона. А мы хотим, чтобы люди все-таки мечтали и хотели бы в космос. Ну, а почему? Ну, пусть ждут айфоны, собственно, что это меняет в сущности? Что это меняет? Скорее всего, это людей меняет. Вот, как Хаксли думал, что людей сгубят как раз-таки развлечения. И он был таки прав. Да, кстати говоря, это безумно актуальный роман. Сейчас, если почитать, «О дивный новый мир», да, это мир людей, сделанных на конвейере и всего сделанного на конвейере. Тотального конвейерного производства, да, и, в общем-то, мы сейчас во многом нечто подобное наблюдаем. Так что, по-моему, это очень полезно узнавать, о чем мечтали люди предыдущих поколений, чтобы сравнить это, во-первых, с тем, что в итоге получилось, да, к чему эти мечты приводят, и сравнить это со своими мечтами. А вам кажется, Олесь, что сегодня люди об этом не мечтают, не пытаются создать утопию и не хотят чего-то такого несбыточного? Это разве не современно? Почему нет? По-моему, вполне. Другое дело, что сейчас есть, мне кажется, утопии какого-то очень разного уровня. Вот такое, такие имперские утопии, они, конечно, и сейчас актуальны, в общем-то, но сейчас, вот мы, например, показываем в нашем музее ребят, которые объединяются в какие-то более локальные группы и придумывают какие-то свои микроутопии, я не знаю, экопоселения, это утопия. Интерактивная деревня. Да. Такие вот эксперименты, в том числе и социальные, тоже вполне подходят. То есть, в принципе, сейчас каждый сам может придумать свою маленькую утопию и даже ее реализовать. Сейчас куча онлайн-игр, где там все погружаются, все в утопию. И уже так все хорошо. Все утопают. К вам вопрос, Фрол. Прическа у художника это часть вашей выставки или утопия? Это мое личное дело. Это был ответ? Да. На самом деле, просто голову было лень мыть, проще было побрить. Скажите, пожалуйста, а вот вы об одной картине нам рассказали, а вообще тема утопии в вашем творчестве, она присутствует насколько широко? Ну, настолько же широко, как и сейчас в музее. То есть, это постоянно поиск утопии, либо поиск анти... Ну, то есть, доведение утопии до такого абсолюта. А когда утопия абсолютно, она античеловечна, на самом деле. Вот. То есть, абсолютная утопия это антиутопия. То есть... Вот. И поэтому мы так всегда стремимся к утопии, к чему-то высшему. Вот. А в итоге мы приходим все время к поискам ведьм. Ну, подождите, это вообще такой серьезный лейтмотив вашего творчества? Или все-таки нет? Не знаю, я иногда даже котиков рисую. Котиков? Конечно. Одного вот точно нарисовал. У нас просто шикарный кот. У нас есть шикарные музейные коты, которые у нас там... Вот. И одного я таки нарисовал. Ну, это модно. Это в стиле Эрмитажа. А, ну, так да. У нас много модных котов. Так что приходите к нам в музей, у нас много модных котов. За одним котов посмотрите. Олесь, вы говорили о музыкальных группах, которые выступают на фестивале. А как вы подходили к выбору их? И насколько вообще этот выбор велик? Сложно ли было его сделать? Ну, на самом деле это все происходит, с одной стороны, довольно спонтанно, потому что мы, в принципе, знаем ребят, которые у нас хорошо играют, с хорошими, приятными голосами, с замечательным вокалом. Поэтому... Ну, всегда появляется кто-то, кто предлагает, говорит, вот у нас такой интересный коллектив, посмотрите. Ну, это просто такой рабочий совершенно процесс, на самом деле. И когда-то это очень осознанные выборы, мы кого-то очень просим, и подвигаем какой-то определенный там денег. А кто-то приходит со своим предложением. А вот, например, у нас, кстати говоря, если от тем музыкальных коллективов немножко отойти, появились буквально за несколько дней до начала фестиваля ребята, которые продвигают шлем виртуальной реальности у нас в Самаре сейчас. Так, что это? Это такой совершенно потрясающий аттракцион. Это действительно шлем с очками, с наушниками, которые надеваются на человека. И ты погружаешься в виртуальный мир. То есть ты управляешь своими движениями, движениями головы, и можешь там летать на драконе, скользить по американским горкам, блуждать по по средневековым мирам. И вот весь фестиваль эти ребята с нами теперь работают. И, по-моему, это очень такое актуальное сотрудничество, которое вполне перекликает с нашей темой. А вот мы сейчас говорили, отвечали на вопрос, зачем нужно прийти и зачем нужно посмотреть. А не считаете вы, что это еще и некая такая лазейка, элемент ухода от существующей реальности в несбыточную и не знаю, куда там унести может дальше? Нет, на самом деле самое главное, чтобы человек мечтал. Для того, чтобы человек развивался, ему нужна мечта. Мечта о Царстве Небесном в средневековье, когда там за этой мечтой шли покорять Иерусалим, за гроб Господень и так далее. Всегда, чтобы развиваться, нужна мечта. И мы представляем самые разнообразные мечты, которые есть у людей. То есть, в конечном счете, это, в принципе, выливается в утопию. Это как бы город солнца, который тоже, где-то он теоретически, то есть, он был написан человеком, который сидел в тюрьме. Но он был написан человеком, и этот человек мог мечтать. Сейчас люди, скажем так, у них очень маленькие, такие маленькие мечты. Им просто некогда. Вот. А надо вот именно, да, вот человек сидел в тюрьме и написал, собственно, город солнца. Вот у него времени было много. А сейчас надо проверять статус, собственно, на фейсбуке. Конечно. Олесь, а еще вы не сказали о том, что будет же показ каких-то лент на фестивале, да? Да, у нас каждый фестивальный день завершается кинопоказами, и мы показываем как раз фильмы антиутопии и фильмы, связанные с виртуальной реальностью. И как раз вот там очень если вот посмотреть раз за разом это кино, то в общем-то складывается вполне себе такая полная картина того, как человек блуждает между разными реальностями, как он из мира иллюзий попадает в какой-то другой мир иллюзий, следующий, следующий, а что является правдой, где мы настоящие, где подлинность. Так что на самом деле мне кажется достаточно может быть А показ тоже под открытым воздухом проходит. Да, у нас как раз такая возможность показать кино вот как европейская и американская даже традиция под открытым небом только без машины ночью с чаем, клюшками, теплыми пледами и все это на ночной усадьбе под луной. Сколько вмещает желающих вот это место? Ну, в общем, достаточно много, там и по 50 человек у нас вполне может то есть можно приходить не волноваться. Да, конечно. И специально на кинопоказы у нас люди, например, приходят, если они не хотят или не успевают прийти на концерты или на другие мероприятия, то всегда можно в 9 вечера прийти и посмотреть просто кино. Олесь, вот этот опыт уличных, скажем так, мероприятий второй год у вас этот опыт есть, он уже себя как-то вот оправдал? Насколько уже много желающих посетителей бывают ли вообще люди там? Да, я могу сказать, что в целом люди постепенно привыкают, что это может быть, такое вообще существует. вот в плане привлечения аудитории это самое важное, чтобы из раза в раз что-то происходило и тогда на первые мероприятия там приходят 5 человек, а вот на последние было около 100 человек пришло. Ну, то есть пока не очень много, но, в общем-то, великое дело начало, еще же начало. Ну, в общем-то, 100 человек для нашей усадьбы вполне неплохой результат. Вы абсолютно правы, конечно. У нас есть прямо чуть-чуть еще времени, и я хотела, чтобы вы сказали о том, что ведь прежде чем окунуться в будущее, вы предлагаете вернуться немного в прошлое, и сейчас еще одна выставка работает в музее. Да, 2 июля открылась выставка, которая у нас тоже простоит точно лето, и я думаю, немножко даже на осень мы ее продлим, потому что она людям нравится. Эта выставка посвящена культуре письма и пистолярному жанру. На ней можно посмотреть, как выглядели в рабочий кабинет писателя 19 века, советского писателя, как выглядел дамский будуар, где женщина писала письмо. Можно посмотреть на письма знаменитых литераторов подлинные, которые являются буквально сокровищами наших фондов. Это Сергей Есенин, Городецкий, кто еще у нас там, Морис Миттерлинг, Зинаида Гиппиус. Можно и самому сесть попробовать пописать письмо. Это самое замечательное, мне кажется, на этой выставке, и то, что нравится буквально всем, можно сесть за старинный письменный стол, старинными принадлежностями, пером, чернилами, написать письмо. Да, пишут письма друг другу. Спасибо. Ну что ж, наши гости желают всем не ограничивать рамки ваших фантазий. Фантазируйте, пожалуйста. Спасибо, что были с нами. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин